всем привет привет девчонки сегодня я буду превращать свитер помните такой да ну не важно можно взять на самом деле любой свитер абсолютно буду превращать его в платьишко в нарядное я взяла кружева а это эластичное кружево она видите тянется вот тут немного тут может быть полметра сейчас даже мы померяем более чем достаточно ну где-то сантиметров 70 здесь вот такой свитер почему такой но на таком не будет удобнее показывать вам вы можете взять абсолютно другой любой свитер и сделать из него нарядное платьишко на то есть вот сюда я двумя рядами буду прикреплять кружева так что кому нравится кто тоже хочет как-то нарядно сделать да ну допустим знаете это выход такой ситуации кому хочется сделать платьишко да но не хочется тут надвязывать например что-то утяжелять кружавчики они создадут как бы такую нарядность да и тем самым они легкие они не будут утяжелять эту часть вот нижнюю часть у свитерочка хорошо если собачка большая и есть возможность если собачка маленькая здесь еще что-то наляпывать лепить какую-то юбку то это он не очень как бы выход из положения поэтому смотрите такие кружева я складываю пополам естественно если у вашего кружева есть лицо изнанка у моего есть да то обратите на это внимание я например просто вот сложила пополам и вот прям просто пополам я делю кружева вот да вот это у меня лицо вот это вот она здесь более такое фактурное более выделенная вот беру нитку с иголкой естественно под цвет кружева не по цвет изделия ну хотя возможно у вас будет совпадать я единственное что у меня нашлись белые кожи вам потому как как бы очень тяжело подобрать цвет изделия и кружева я имею ввиду да вот сейчас например в одну нитку я делаю узелок и и что я буду делать следующим образом смотрите сейчас нужно сделать собрать до наше кружево просто иголочкой да вот как мы обычными стежками обычными стежками но у меня вот например есть в кружево такая вот кромочка да я чтобы узелок не было видно вот такими маленькими небольшими стежками прошью сейчас по длине все кружева это для того чтобы сделать сборку чтобы сборка была одинаковая везде конечно можно сделать складки ну я подразумеваю что у меня мое кружево ляжет не складками а именно вот такой вот оборочкой вот так что такими движениями по всей длине сейчас я вам покажу одну ниточку вот наберу смотрите вот мы потом распределим все эти оборочки и потом она останется просто в нужном месте их пришить но я буду пришивать и двумя ярусами то есть у меня один ярус будет и второй я не хочу сильно удлинять платьишко потому что как бы когда собачка сидит чтобы это не было ну вдруг вы пойдете гулять до сядете чтобы это не было в пыли то есть ну вот так вот да то есть двумя вот такими вот рядами одно под другим вот так что пока на этом этапе мы подготовим наше кружево то есть соберем его вот такими вот складочками оборочками да присборим его да так скажем ну чтобы это было все ровно и красиво не надо делать большие стежки то есть по минимуму да такие вот минимальные и оба кружева мы так сделаем ниточку мы в конце не отрезаем и оставляем в свободном так скажем виде когда мы прошлись до по всем кружеву по всему кружеву смотрите от какого до какого да я буду вот отсюда до сюда это первый ряд до второй ряд у меня будет поменьше но сейчас я вот так просто можно пока не распределять пока мы отмеряем просто длину нашего наших кружавчик of the не забудьте что вот здесь это подогнуть нужно до чтобы край вот этот махристый спрятать да то есть плюс сюда и здесь точно также мы сделаем да поэтому здесь даже можно побольше чтобы она у нас завернулась поэтому с учетом этих подворотов нам нужно с вами отмерить длину вот свободном положении вот тогда все когда все вот здесь вот уже можно этот конец закрепить чтобы у нас размер наш не увеличивался вот и уже распределить аккуратно наши складочки все все ровненько распределить чтобы красиво все легло но я предлагаю сразу два сделать сразу два кружева и потом уже спокойно сесть и пришивать правильно же все ниточка нам больше не нужно мы ее отрезаем и приступаем к следующему кружеву смотрите когда мы закончили два наших кружева до распределили все равномерно все наши складочки берем наши помощницы иголочки как это не пойдет вода и иголочками мы пока сейчас с вами просто наживу лим просто чтобы они у нас как бы туда-сюда не ерзали чтобы мы уже приблизительно знали где у нас что будет на каком месте вот так вот да мне кажется так будет даже достаточно вот все сначала пришиваем одну до полосочку потом нижней пришли пришиваем вторую что хочу вам показать вот эту тоже надо сейчас распределил вот так вот как это будет смотреться мне кажется на собачки будет даже очень если наверх тоже что-то просочетать какой-нибудь там цветочек тоже беленький из кружавчиков из оставшихся да может быть если у вас есть конечно но у меня есть еще кружева можно что-нибудь так такое изобразить тоже какой-нибудь цветочек но я думаю тоже знаете если перегружать то это уже тоже будет перебор когда перебор тоже плохо знаете мне кажется во всем нужна мера как в оборочках так и вот это и во всей няшности тоже должен быть должна быть всегда мера поэтому мы берем обычную ниточку да не забываем что вот этот край мы немножко подгибаем на на чтобы он у нас там не торчал и кто откуда да кому откуда удобнее там справа слева просто мы начинаем вот в эту же кромочку мы начинаем пришивать просто я вам сейчас как бы покажу естественно на самом деле мне так пришивать неудобно потому что мне так плохо видно да такими же стежками просто здесь вот надо несколько раз как бы закрепить хорошо да вот в как мы в начале и в конце естественно да чтобы у нас потом ничего не торчало и не оторвалась потом со временем там стирки или носки или как у кого когда вот и все и прошиваем прям в эту же полосочку пришиваем я буду пришивать просто вот такими стежками тоже небольшими почему я сейчас объясню потому что кружево эластичное и оно должно немного сохранить свои свойства если мы его как бы знаете закрепим на мертво так то она со временем наша вот это вот то что мы с вами про прошили может естественно оторваться просто небольшими прям маленькими маленькими стежками мы его прикрепляем вот так вот все и второй слой мы делаем точно так же второй ряд до второй ярус так можно сказать вот ну я наверное скорее всего еще немного подниму потому что нам свитер не очень короткий вот я не хочу чтобы вот эта юбка сильно удлиняла его и такая маленькая озорная будет и юбочка вот так вот так покороче это будет так что вам остается тоже проделать то же самое и посмотреть видео до конца я обязательно прикреплю как это будет у нас как на собачке это будет смотреться и вот смотрите я пришила заняло это у меня прям но буквально девчонки ну вот максимум полчаса и все вместе это занимает можете даже просто не связать свитер а купить любой дешевый свитерочек да вот и просто его дополнить чем-то своим украсить смотрите нашлась у меня вот такая вот брошечка очень такая оригинальненькая она сюда мне кажется очень даже подходит так что мы пошли мерить и сейчас увидите как это все сидит на собачке вот кого-то нету сделайте сами цветочек из я не знаю из тех же остаточков там кружи кружавчиков или еще что-то ну в общем проявляйте девчонки свою фантазию а тем более что она занимает не очень много времени да можно из любой вещи обычной любой вещи сделать какой-то эксклюзив и мне кажется вам обзавидуются все вокруг так что давайте пошли мерить девчонки смотрите какие кружавчики у меня пришились какой получился свитерочек прикрепила брошечку всего лишь из свитера да смотрите он превращается у нас в платье свитерок превращается в платье как это сделать смотрите на моем канале подробное видео всех приглашаю на мой канал ну девочки смотрите как у нас свитер превращается в элегантное платье слоник наш переехал на попочку да вот он видите у нас тут появилось украшение собака моя не поймет что с ней сделку вот в общем такая на видите на меня как смотрит не в духах мы разбудила заставила мерить сказала давай работой до мамбы вот смотрите как она на меня смотрят кто-нибудь подумать что я издеваюсь над собакой но девчонки ни в коем случае я свою собачку очень люблю домой солнышко думаю солнышко просто скажу я сегодня не настроение вот вам язык показываем спрячь язык вот так вот ну элегантность тогда уж элегантность да мы вот такие элегантные сейчас она сядет вот так специально вам показывает она вот что у нас получилось так что давайте вяжем